Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения, потому что... Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения, сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самихом Шукри. Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссии о покупке украинской стороной вооружений, министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия. Президент Турции Тайоп Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран. Эрдоган также подтвердил принципальное решение Турции не признавать аннексию Крыма. Эрдоган поддержал и Крымскую платформу, которая, по его словам, призвана объединить землю Украины.